Всем привет! Сегодня я хочу рассказать о сортах тыквы, которые выращивал в сезоне 2019. Это три сорта. Первый сорт мой самый любимый, это царевная лягушка. Я не буду сегодня о ней рассказывать, так как у меня есть видео на канале, очень подробное и очень интересное. Я оставлю ссылку, зайдите, посмотрите, кому это интересно. Выращиваю ее уже несколько лет из своих семян. Замечательный сорт, мне очень нравится. Это самый маленький экземпляр, просто находится у меня в квартире на кухонном столе для декора. Вся остальная тыква хранится в деревне, в сухом и прохладном помещении. Также я заказывала в прошлом году в интернет-магазине у коллекционера Брижань. Тыквы обе мускатные, это понка баттернат и тыква сахарный, я так понимаю, орех. В общем, высадила в этом году. Очень хотела, потому что по описанию мне эти два сорта очень нравились. Так, первая тыква это понка баттернат. Ее здесь нет. Я сразу начала наблюдать за этим сортом, как только завязалась первая тыква. И все. Я съемку прекратила в дальнейшем, потому что она совершенно не соответствовала этому сорту. Возможно, нужно было все-таки снять, но уже настроения для съемок не было. Как видно на фотографии, это очень красивый сквош. Красивая у него и форма, и цвет мякоти. Мне очень понравилась она по описанию. И в описании было, что она занимает удивительно мало места. На самом деле, это обычные длинные плети. У меня было три плети, и завязалась всего лишь одна тыква. Хочу сразу сказать, что тыквы мускатные. В средней полосе России я умею выращивать. Это не первая и не последняя моя тыква. Мною выращена. Я имею в виду именно мускатного сорта. В общем, эта тыква у меня здесь не представлена, потому что была выброшена. Следующий сорт мускатной тыквы. Прочитайте. На трех плетях у меня выросло две тыквы. Как вы понимаете, это один и тот же сорт. И чтобы нам наглядно было видно, я прям характеристику этой тыквы зачитаю из интернет-магазина, где я ее заказывала. Это очень сладкое мускатное чудо. Можно есть в сыром виде. Отлично хранится. Это сорт среднего срока созревания, урожайный, мякоть оранжевая, сочная, плоды шаровидно-ореховые, до продолговатых. Чуть ребристые, с жесткой зеленой кожей, желтовато-белыми пятнами, при полной спелости коричневые, с восковым налетом, весом до 1 килограмма. Эта тыква весит около 20 килограмм. Эта тыква весит почти 8 килограмм. Теперь рассмотрим поближе. Зеленого цвета. Это тоже была тыква зеленого цвета, но при хранении она образует желто-оранжевый налет. У этой тыквы тоже есть этот налет. Он потихоньку уже здесь начинает образовываться. Чуть ребристая тыква. Да, действительно, есть у нее такие сегменты ребристые. Шаровидно-ореховые. Ну, об этой тыкве можно сказать, что она шаровидно-ореховая, интересная у нее форма. Ну, а это обычно такая круглая, неровно-круглая тыква. С жесткой зеленой кожей. Да, действительно, кожица зеленая. Желтовато-белыми пятнами. Ну, это, я не знаю, можно сказать, это пятна или нет, но они, да, желтовато-белые. У этой тыквы тоже были желтовато-белые, пока она не начала, можно сказать, рожать. Но у нее тоже были точно такие же пятна. При полной спелости коричневый с восковым налетом. При полной спелости. Интересно, сколько ее нужно было держать, чтобы она была такого цвета, вот как на фотографии. Мне на фотографии эта тыква очень понравилась. И на разрезе тоже. Весом до одного килограмма. Ну, вот, как видите, что выросло. Внешне, я считаю, что практически она не соответствует тому, что заявили в интернет-магазине. Плодоножка у нее очень низко находится к самой тыкве. Видите, ее практически здесь нет. Здесь она небольшая есть. Вот я сейчас хочу вам показать. Вот, здесь она есть. И прежде чем разрезать эту тыкву, а резать буду именно большую, посмотрим, что там внутри и какова она на вкус. Сделаю, попробую с нее сок и тыквенное пюре. Но я с ней фотографировалась, отправила ее на конкурс «Урожай года» и выиграла полугодовую подписку на дачный журнал. Так что эта тыква еще и победила в конкурсе. Так, ну, теперь самое интересное, давайте разрежем, посмотрим. И вот какова она внутри. Сразу видно, что семена в тыкве проросли, причем очень хорошо. Довольно-таки большие семидольные листочки, значит, семена вызрели. Сами семечки белые, крупные. Мякоть ярко-желто-оранжевого цвета. Мне такая мякоть очень нравится. Не сочная, то есть она такая суховатая. Сама семенная камера очень большая, то есть вот самой мякоти я не скажу, что много. При разрезании чувствовался такой тыквенный запах. Многим этот запах не нравится. А вообще эта тыква должна быть мускатная. То есть вот этого запаха, как раз тыквенного, должно не ощущаться. То есть такой должен быть аромат ореховый. Но такого аромата у этой тыквы нет. Довольно-таки много волосистой вот этой части у тыквы. Ну, знаете, такая обычная, можно так сказать, кормовая тыква. Я по-другому не скажу. Так, ну, самое теперь-то интересное, это попробовать мякоть. Она должна быть супер вкусная, орехового вкуса. Это так написано в интернет-магазине. Вот видите, у нее такая волокнистая часть. Если ее почистить, я не люблю такие волокна, то самой мякоти довольно-таки мало. Ну, теперь будем пробовать. Тыква на вкус сухая, очень сухая. Она такая арбузная. Арбузная, знаете, то есть она не плотная. Сама мякоть у нее не хрустящая. Я думаю, слышно, что хруста никакого нет при поедании. Мягковатая. Сам вкус никакой. Вообще нет ни сладости. Ну, только вот этот вот тыквенный вкус. Ярко выраженный причем. В общем, итог. Я даже ее дальше пробовать не буду. Реально она невкусная. Такую тыкву, честно сказать, когда мы жили в деревне, и было хозяйство там коровы, мы ее скармливали, резали корову. Я эту тыкву хотела разрезать, зачистить, угостить соседей. И самой сразу порезать, заморозить, так как морозильная камера уже немножко освободилась, есть куда положить. Я, знаете, честно вам скажу, даже и сок не буду делать, и пюре тыквенное не буду делать, потому что она невкусная. В заключение хочу сказать, что семена от коллекционеров тыквы я больше не буду покупать. Это очень сложная культура. Я знаю это, потому что собираю сама семена сорта царевна лягушка. Это нужно самой опылить, проследить. Очень сложно. Это, знаете, не помидоры вырастить. Буду покупать это агрофирм. Все. Там тоже бывает пересорт, но мне кажется, в процентном соотношении он меньше. Я так думаю. Но эта тыква пойдет соседке. У нее есть куры. Они поедят. У меня хорошо остались еще, осталась еще заморожена тыква с прошлого года, моя царевная лягушка. Так что тыква у меня будет. Я просто хотела это все время, да, зимний промежуток времени, делать сок тыквенный. С морковью, с яблоком. Ну, значит, не судьба. Сок я люблю делать из свежей тыквы. Ну, ладно. Ну, а я вам хочу пожелать всего самого хорошего. Пускай у вас растет то, что вы хотите. Подписывайтесь на канал. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok